Поел вкусную шурму. Ну, восемь лет в маркетинге. Тони Робинс два года работал, плюс олимпийский собирал. Сколково, Аяс Шабудинов, Абатисты Блэкстар. Последние полгода где-то миллион пятьсот. Спонсор этого видео шурма, да. Макс, как тебе вообще в целом Владивосток вообще в это прилетел? Мы уже в курсе, что ты толком не посмотрел ни на мосты, не посмотрел, не оценил весь город. Вообще, как тебе сама атмосфера может быть, движение какое-то? Да я вон с самолета только вот сразу на конференцию, ничего толком не успел посмотреть, правда. Увидел только гибридные машины, поел вкусную шурму. Макс уже сводили, всех же сводил, сколько знаю, где у нас вкусная шурма. Шурма вообще сказочная. Если бы у них был инстаграм, мы бы их отметили, конечно, в описании. Это я спонсор этого видео шурма, да. В целом, вообще расскажи немного о себе, чем ты сейчас занимаешься, какие-нибудь проекты, возможно, команда. Как ты вообще тут оказался, как так получилось? Ну, 8 лет в маркетинге, работал с... Ну, самые такие яркие кейсы, это в ивентах и в спикерах, там, продвижении мероприятий, там, и личного бренда. Это Тони Робинс 2 года работал, плюс олимпийский собирал Аяс Шабудинов, был директором по маркетингу у него, Радислав Гондопас, Сколково, артисты Blackstar, вот. Потом разные проекты были, которые, ну, вряд ли люди знают, ну, там, вообще разные компании. От дизайн-студии, начиная, заканчивая, там, какие-нибудь, там, e-commerce, там, и едой. А здесь оказался, потому что... Ну, там забавно вышло, я, короче, просто в этом году решил активно повыступать, начать. Вот. У меня вот на неделе было выступление в Минске. Причем все мне писали. То есть не так, что я там писал, типа, напрашивался. Мне просто пишут, говорят, Макс, круто, давай там у нас выступишь. Вот это приятно. Вот здесь оказался забавно тоже, значит, все-таки я написал, потому что видел, что, ну, все мои знакомые выступают, там, просто организаторы нескольких городов организовывают выступления. Вот. И я ему, значит, пишу, типа, можно к тебе напроситься спикером? Там он такой, о, я тебя знаю, говорит, я, читаю твой инстаграм уже давно, типа, там, мы, по-твоему, топ-30 маркетологов искали спикеров. Я говорю, супер, а что меня-то не позвали? Ну, вот, в итоге позвали, там, получается, там, шесть городов. Сейчас вот буду, поеду, сейчас Владивосток, Ижевск, Махачкала, Томск, еще там какие-то, я не помню. Вот. То есть, получается так, что, условно, ты напросился на конференцию, а мы напросились к тебе на интервью? Ну, на самом деле, мне приятно, потому что, вот, куда я не приеду, везде есть свои люди. То есть, везде меня, там, знают, там, ну, 3-5 человек точно найдутся. Вот, может, даже больше, просто те, кто мне пишут именно. Скажем, вот здесь вот я выложил stories, там, вот ты написал, там, еще ребята написали, там, на конференции со мной поздоровались. То есть, приятно, так что... То есть, тебе отличный бренд очень сильно помогает вообще во всем этом деле? Ну, да, приятно просто приезжать, не знаю, вот в Праге, был даже в Праге. Чувак такой, мне пишет, типа, вот, типа, я тебя знаю, давай встретимся. Ну, приятно, потому что есть везде свои люди, как ты понимаешь, что не зря вбухивал в Инстаграм, там, деньги. Ну, если не секрет, сколько вообще стоит вкладывать денег и сколько вложил ты? То есть, покупаются ли все эти вложения? Что сейчас, это очень актуальный вопрос. Слушай, ну, я сейчас испугаю, наверное, твоих подписчиков. Ну, я вложил в Инстаграм и в социальные сети порядка, ну, если суммарно, за последние полгода, где-то миллион пятьсот. Ну, то есть, ты считаешь, это оправданно? Это оправданно, да, потому что, ну, на самом деле, это был риск для меня, потому что я тупо деньги скопил, вложил. То есть, я понимал, что, как бы, ну, до этого я был как моно-специалист. То есть, я там работал либо в компании директором по маркетингу, либо у меня был какой-то основной проект, где я был, ну, как, типа, удаленным главным специалистом по маркетингу и, в основном, там, ну, не разрешалось брать другие проекты. После того, как я сдал проект Тони Робинс в Олимпийском, я решил все-таки в свободное плавание уйти, как бы уже свое агентство формировать, свою команду, вот, и, соответственно, вложил эти деньги в Инстаграм изначально. Три месяца тишины, а потом началась движуха. То есть, начались там сыпаться, там, предложения в личку, типа, обучи меня, дай консультацию, давай, там, поработаем как клиенты. Вот, и сейчас, по сути, я за последний вот даже год, считайте, там, ни разу не запускал рекламу на свой сайт. То есть, все клиенты, они чисто вот либо по сарафанке, да, либо по рекомендации, либо где-то что-то меня читали, увидели, там, подогрелись и пишут мне. То есть, вот у меня пока так работает, дай бог там дальше будет так же поработать, потому что я считаю, что, ну, в Москве, просто, ну, я с тобой тут до интервью поговорил, то у вас тут средний чек, естественно, ниже. Просто у меня, чтобы мне зарабатывать, в моей команде зарабатывать, ну, минимум 300 нужно тысячи, там, на проект. Это вот не считая бюджет. Соответственно, такие клиенты, они не упадут к тебе с заявки. То есть, даже если упадут, все равно с ними нужно будет производить какие-то касания, итерации. Так как у меня сейчас только-только все это встает на ноги, у меня нет возможности, там, автоматизировать все это нормально. Поэтому самый лучший инструмент – это контент-маркетинг. Вот я продвигаю свой Инстаграм, человек читает меня 2-3 месяца, дальше он уже понимает, кто я, как ценность у него рождается, доверие. То есть, он понимает, насколько это грамотно. Да, да, это самый лучший вариант для вас, там, если вы, там, хотите, там, продвигать свои услуги по маркетингу. Просто введите свой Инстаграм, вкладывайте в него, не жалейте, потому что вот у меня четкое понимание того, что вот я вложил, не знаю, там, скажем, в прошлом месяце, предположим, 100 тысяч в Инстаграм, я знаю, что они мне через 3 месяца окупятся в 3-5 раз. Хотя бы даже одним клиентом, который закроется. То есть, у меня каждый подписчик мне приносит x3. Как бы я спокойно вкладываю, я понимаю, что вот эти все касания, которые я совершаю посредством рекламы, при движении, там, своего контента, то есть я не так, что, типа, запускаю рекламу, типа, купить у меня чем-то. Нет, я вот написал пост какой-нибудь полезный, вообще без продажи, без всего, и просто пуляю его на аудиторию. Его читают, дальше подписываются, после этого уже, там, пишут мне в директ. Ну, а ты вообще сейчас, получается, сам обучаешь, и как бы как ты к этому вообще относишься? То есть, есть смысл постоянно проходить какие-то курсы обучения или самому как-то пытаться, вот, самоучкой быть? Слушай, вот часто тебе скажу, что я обучаюсь каждый день. Ну, в плане как, ну, то есть я все время нахожусь в рынке, то есть я там смотрю, какие тренды, что, кто, что делает. Там, если что-то интересное вижу, обязательно либо покупаю тренинг, либо смотрю вебинары, либо пытаюсь разобраться, как они это сделали. То есть всегда, каждый день я вот держу руку на пульсе. Но так, что прямо что-то интересное очень редко попадается. То есть, вот, скажем, из интересного, последнее, что мне попадалось, там, там, 3 или 4 месяца назад, может, даже больше, я подписался на ВКонтакте, там, ребята запуски игровые делали. То есть, ну, геймификация квестов ВКонтакте прикольная. То есть, я там изучил эти два сервиса, это Автопилот и Active Users. Вот, как бы, и мы потом это все внедряли в другие проекты. То есть, когда к нам клиенты приходили, мы это внедряли. Очень хорошо сработало, там, у нас был клиент 18+, видеочат Бонго Камс, типа, как Порно Хаб, только там, типа, такой, эдал тематика, да, там, взрослая. Вот, и мы там внедрили вот эти все игровые механики, чтобы увеличить активность в паблике ВКонтакте. Очень круто сработало. Там, за 3 месяца набрали 20 тысяч подписчиков. Там куча комментариев было, да, там, лайки, репосты. Ну, то есть, вот такой кейс, вот, чисто потому, что, вот, я там изучил, посмотрел, потом просто нашел под конкретную задачу людей, которые могли это реализовать. Ну, там, динамическая обложка ВКонтакте, всякие, там, типа, там, крутой не барабан, напиши в комментариях, там, тебе, там, какой-нибудь приз выйдет, вот такая фишка. Понял, ну, то есть, лучшее обучение – это опыт, по факту. То есть, если ты с чем-то сталкиваешься, то тебе становится проще просто. Ну, я так отвечу, то, что, вот, как бы, не в обиду тем людям, которые на конференции ходят, мне кажется, что, как бы, есть два типа людей. Первый, которые сами обучаются, да, и которые и достигают результата. А второй, которым нужно разжевать и положить в рот. Вот те, которым нужно разжевать и положить в рот, они никогда не будут транссеттерами, и они всегда будут позади. То есть, скажем, ну, я учился маркетингу не по вебинарам. То есть, я сам просто что-то видел, смотрел, там, пробовал на практике именно. Потому что, ну, невозможно научиться плавать, смотря, как люди плавают. Либо, как тебе объясняют, как там руками двигать. Ты просто берешь и начинаешь плавать. Поэтому, ну, есть просто люди, как я, которые сами изучают, сами внедряют, сами практикуют. А есть люди, которые вот приходят и говорят, расскажи, как это делать. Типа, при этом на конференции, ну, вот я сейчас выступал, у меня, ну, полчаса. Что я за полчаса могу рассказать? То есть, я просто по верхам прошелся, да, людям понравилось, но, а что они там внедряют? Да ничего. Понимаешь, как бы, поэтому… То есть, поможете им иметь какая-то мотивация, то есть, что-то делать? Ну, просто, типа, вот люди туда ходят, типа, вот галочку поставить, типа, вот я сходил на конференцию. Я в теме. Я в теме, да. Но при этом они все равно пойдут к таким, как я, там, к таким, как ты, который конкретно знает, что там делать. Как бы, это невозможно передать. Ты можешь, понимаешь, вот, скажем, вот сегодня, там, вот, предыдущий спикер до меня, там, из Беларуси уступал, там, мой знакомый Ян. Он, там, кучу реально полезного давал, всякие, там, сервисы, там, какие-то связки, трафик, с трафиком. Опять же, не в обиду ему, как бы, ну, вот люди смотрят, ну, да, у него это сработало. Через два месяца это не будет работать. Понимаешь? То есть, вот эти связки, вот эти фишки, какие-то, которые у тебя срабатывают, не факт, что они сработают у другого. Ну, это дело случая, получается. Да, и тут важно понимать, что нужно изучать не фишки, какие-то связки, а именно понимать фундаментально. А это просто инструменты. То есть, когда у тебя есть фундаментальное понимание задачи на маркетинг, на продвижение, то ты потом дальше уже можешь варьировать, какие инструменты использовать. Вот, поэтому я за то, чтобы люди фундаментально понимали маркетинг, там, как с клиентами общаться, там, как выстраивать Customer Journey, там, вот этот путь клиента, да, там, касание, там, правильно, то есть, целевую аудиторию. Customer Journey. Ну, путь клиента. Ну, то есть, что на каждом этапе происходит с клиентом? То есть, какие касания с ним производить, на каком этапе как там, что с ним происходит? Вот. Как только вы это простраиваете, как только у вас, вы дальше уже понимаете, а, здесь можно с помощью вот этого сделать, а вот здесь вот с помощью вот этого. Не обязательно выстраивать какие-то космические автоворонки, чтобы вы там зарабатывали. У меня автоворонки нет, у меня работает все. То есть, как бы, ну, даже за счет контент-маркетинга можно зарабатывать, если его нормально, качественно делать. Ну, то есть, по факту сейчас, получается, всем нужно упираться в контент, а не как что-то продвинуть. То есть, создавать именно качественный продукт, и только потом нужно, как его продвигать, а не из каких-то волшебных методов. Ну, просто люди делают панацею из инструментов. Вот, не знаю, появился инструмент, скажем, вот, тренд, да, там, автоворонки в мессенджерах, все, все туда ринулись, но выиграли и реализовали это нормально те, кто фундаментально понимает, как это делать. Понимаешь, то есть, ну, это, как, знаешь, это дать, вот, там, двум людям машину. Первый умеет водить машину, второй не умеет. А машина одна и та же, кто доедет, тот умеет, понимаешь, водить. А чтобы научиться водить, нужно понимать, опять же, фундаментальные какие-то основы маркетинга. Ну, то есть, получается, грубо говоря, если так подойти к этому вопросу, то если ты понимаешь, о чем ты говоришь, то у тебя это сработает. Ну, то есть, если, допустим, ты мне скажешь, что вот крутые вещи воронки, но я не смогу их, как бы, применять, потому что я... Ну, да нет, даже не так, смотри, вот мы с тобой садимся, предположим, вот, определили, что целевая аудитория такая, там, пять касаний с ними определили, чтобы их закрыть. Дальше ты уже сам думаешь, как первое касание реализовать с помощью второго, третьего, четвертого, пятого. Это не обязательно должна быть автоворонка, понимаешь, это может быть оффлайн какое-то касание, там, отдел продаж позвонит, там, смс-ку отправит, ну, то есть, ты должен быть как дирижер. То есть, вот ты изучил все вот эти вот инструменты, дальше ты уже варьируешь сам, где, какой, в каком случае использовать. Вот, как я это вижу. Ну, понял. Смотри, еще такой вопрос, что ты считаешь сейчас лучшим вообще методом продвижения, вот, для любой компании, то есть, вот, топ-3, например, там, топ-2, топ-5, что можешь назвать? Я могу точно сказать, что прямая реклама в лоб ни хера не работает. То есть, натив который. Да, но не все, понимаешь, вот, это и плюс, и минус, то, что многие компании не хотят идти. То есть, ну, вот, что такое СММ или, там, контент-маркетинг? Это когда ты реально вкладываешься в контент, в пользу, в общение с своими клиентами, развиваешь сообщество, по сути, таким образом мы и собрали олимпийский, потому что я два года формировал просто сообщество, как Тони Робинс. То есть, я когда пришел, там не было никого, там, 4 тысяч подписчиков во всех социальных сетях было. Я сделал 400 тысяч за два года. И только за счет того, что там сформировалось пул людей, которые интересовались Тони Робинс, как бы, ну, не могли себе позволить за рубеж поехать, там, на семинары, они пошли в Москву. То же самое здесь, то есть, ну, не все компании готовы вкладываться в долгую. Им нужно прямо здесь и сейчас. А здесь и сейчас это вот Директ и Таргет. И они, по сути, в Багровом океане конкурируют, потому что конкуренция гигантская, рекламодатели до хрена, которые борются за одну и ту же целевую аудиторию. Как бы, и там стоимость клика растет, стоимость заявки растет. Соответственно, юнит экономика, бизнес-модель компании не все выдерживают. То есть, у кого-то, скажем, есть понимание, что он может привлекать клиента стоимостью до 5 тысяч рублей. Ну, грубо говоря, вот он 5 тысяч платит, это оплата CPS, то есть, Cost Per Sale, то есть, за готового клиента. Да, он может вкладываться и в Директ, и в Яндекс, там, в Медийку, там, в Ютуб, там, в Таргет. Но когда у тебя, не знаю, там, продажи кроссовок, у тебя моржа, там, 500 рублей, то есть, ну, как бы, ты уже не можешь, там, конкурировать с большими компаниями, которые могут, как сказать, тебя по бюджету перевалить. То есть, у них большой бюджет есть, ну, как вот у Синергии, да. Синергии вообще не парятся, то есть, у него в лоб все. Да, почему? Потому что им похорено, у них бюджеты большие, их задача просто, ну, залить рекламу все нахрен. Как бы, и даже если у них заявка будет, да, даже если заявка будет 2 тысячи стоит, все равно окупается, потому что средний человек большой. А если ты маленькая компания, маленький бизнес, там, не знаю, вот здесь какой-нибудь локальный бизнес взять, ну, ты не можешь себе такого позволить. Поэтому выход – это, да, вот, формировать постепенно, вкладываясь в контент, какую-то фанатскую базу свою. То есть, формировать какую-то аудиторию, и после этого уже ее как-то вытягивать потихонечку. Понял. Смотри, а еще вот такой вопрос. Вот, допустим, ты каких-то людей обучаешь, да, то есть, есть какие-то потоки, курсы, то есть, вообще, в принципе, вот люди выходят, они, ну, вот, берут какие-то знания, потом начинают работать, ты следишь как-то за учениками, то есть, вообще, вот. У меня, да, у меня со всеми учениками очень дружественные, лояльные отношения, потому что я веду свои курсы максимально открытые. То есть, я там матерюсь, могу, там, ну, там, знаю, на кого-то гаркнуть, типа, знаешь, как-то. Ну, то есть, у меня неформальное общение такое, знаешь, типа, дружеское. Дружеское, да, и у меня цель всегда, чтобы люди зарабатывали после курса больше. То есть, не так, что, типа, вот я им дал там кучу знаний, все, и беги, малыш, типа, да, там, делай. Я всегда стараюсь, чтобы у них результат с этого был. А чтобы результат был, у меня появилось понимание, что одного маркетинга мало, нужно еще с головой работать, потому что, скажем, вот, конечно, есть куча примеров у меня, когда ребята, не знаю, с Махачкалы, с Беларуси, с Украины, с Казахстана, с Кыргызстана, там, с Азербайджана, вообще, со всего, просто со всего СНГ, с России, начинали больше зарабатывать не потому, что они получили от меня знания, а потому, что я просто с ними поговорил в плане того, как нужно общаться с клиентами, как ценник свой ставить, нужно себя оценить, да, там, как формировать бюджет. Ну, то есть, с головой именно поработал, потому что люди в себе не уверены. Вот они там на таргете сидят за 15 тысяч рублей в месяц, все, как бы, я им говорю, чувак, ну, давай поставь 50, он такой, а что я за 50 могу клиенту дать? Я говорю, вот это, вот это, там, как бы, а купят, я говорю, да, купят. Ну, то есть, такой диалог с ним идет, он такой себя начинает верить уже после курса и начинает реально зарабатывать больше. То есть, по факту, один человек, который продает таргет за 15, который продает за 50, они, как бы, сильно ничем не отличаются, просто это дело психологии. То есть, один может продать на 50, второй не может. Отличаются именно клиенты. Услуга может не отличаться, но отличаются клиенты. А когда клиенты отличаются, отличается и подход, и сама работа. Потому что люди, которым же, ну, такие, типа, 15 тысяч платят, и тебе мозги там компасируют каждый день, ну, с него ты ни кейса нормального не получишь, ни денег не заработаешь, ни опыта не наберешься. Я всегда всем своим ребятам, ученикам советую, чтобы они боялись, брали большие проекты. У них страх обосраться, как вот у всех. Типа, вот я сейчас возьму тебе клиента на миллион рублей, что я буду делать? Я говорю, учись. Потому что ты никогда не... Понимаешь, вот взять двух специалистов. Скажем, вот один умеет настраивать таргет, второй умеет настраивать таргет. Один работал с микробюджетами, там, 5, 10, 15 тысяч рублей, 50 там, в месяц. Другой работал с миллионами бюджетами. Делают одно и то же, в принципе. То есть, одни и те же услуги. Да, но у второго понимания таргета больше. Потому что одно дело, потратить 50 тысяч рублей в месяц, как бы и выйти на какие-то KPI эффективности, показатели, да, там, по заявке, по клику. А другое дело, миллион потратить и те же самые показатели держать. Вообще разное. Потому что я знаю таргетологов, которые, ну, не умеют большими бюджетами распоряжаться. Ну, не умеют. Да, и причем мне очень забавно смотреть, когда выкладываются кейсы, там, где-нибудь ВКонтакте, там, ребята, или на VC.ru там пишут, типа, о, у меня там супер CTR, там, не знаю, там, стоимость клика 2 рубля, и там написано, там, прям, видно в скриншоте, там, 100 кликов получено. Ну, блядь, 100 кликов – это не статистика. Ну, то есть, даже не 100, даже 30, может быть, кликов. Ну, вот статистика, не знаю, там, ты месяц скрутил, тысячу кликов скрутил, вот это статистика. Когда у тебя стабильно есть, там, знаешь, стоимость заявки 150 рублей, и то нужно смотреть по оконцовке, сколько стоимость продажи. То есть дело еще в дистанции. Конечно. В конечном результате. Ну, то есть, вот, нужно всегда набираться опыта. А чтобы набираться опыта, нужно выйти в поле и брать клиентов. Все, только так. Я понял. Смотри, еще такой вопрос, Антон Селесин. Вот, допустим, клиенты в Москве, то есть это только рекомендации. Вот, допустим, я, значит, специалист, пришел в Москву, у меня никакого нету в портфолио. Ну, честно тебе скажу, да. То есть крупные клиенты, они только через рукопожатие к тебе приходят. То есть кто-то тебя посоветовал, где-то кто-то тебя там увидел, порекомендовал. Потому что, ну, оно и понятно. То есть, ну, люди не хотят доверять свои деньги какому-то пацану, там, хрен пойми откуда. Не, я не, ну, как бы не без обиды, в плане того, что, ну, ты сам представь, ты предприниматель, ты в Москве сидишь. Появляется какой-то пацан с Владивостока, такой, дай мне миллион. Я сделаю все круто. Да, типа, кто, откуда, как. Даже, даже если ты реально можешь сделать круто, ну, нет доверия. А другое дело сидит чувак там, не знаю, в Москве, который делал то, делал все, делал все, там, видел результаты этого чувака. К нему... К тебе бы работал в этом поведение. Да, больше лояльности, да. Плюс еще, очень важно тоже, имеет место быть, локальность. То есть, ты понимаешь, что чуваку, которому ты даешь миллион, ты с ним подписываешь договор, он в Москве находится, он никуда нет, он не исчезнет. То есть, это тоже такой, ну, важный момент. То есть, если вы хотите работать в Москве, то надо переехать туда, и там лично общаться с клиентами. Ну, просто есть много агентств, я вот сам сталкивался, которые берут, ну, допустим, сами находятся там, условно, в Краснодаре, а берут клиентов только с Москвы, потому что там, типа, большие ячейки. Ну, у них, основном, на поток. Это такие агентства, типа, знаете, SEO-агентства, какого-нибудь, либо директ-агентства, да, там. У них там, есть, там, 20 клиентов в месяц, по 10 тысяч рублей. Вот они зарабатываются и 200, так и живут. У меня они на поток. У меня, вот, не знаю, вот, есть команда, и я стараюсь брать интересные мне, прежде всего, проекты, которые я понимаю, что мне, а, дадут деньги, B, дадут кейс, C, как бы, мне не стыдно будет об этом рассказать потом. Понимаешь, как бы, если я понимаю, что ни то, ни все, ни это не получаю, ну, нахрен мне этого клиента Бретта, да. То есть я не за деньги, да, больше, скорее даже, а за интересность, за опыт и за, как бы, за кейс. Я понял. Ну, то есть, короче говоря, если ты хочешь работать с Москвой, то доехать в Москву. Да, да, да. Ага, я понял. Ну, в принципе, осталось пару вопросов. Смотри, вот, меня, как, допустим, основан специалиста и вообще какого-то интернет-маркетолога интересует. Первое, вот, допустим, ты, ну, создал какую-то компанию на свое, какое-то агентство, к тебе приходят большие, там, клиенты, лиды, вы с ними, вот, встречаетесь, ведете переговоры, и они вам просто дают деньги, и вы начинаете работать. Не, не просто, конечно. Там... То есть это очень долгий процесс какой-то? В среднем, вот, все зависит от раскачиванности твоего личного бренда и доверия к тебе. То есть, вот, скажем, почему я вкладываюсь, опять же, в личный бренд сообщества свои, там, в Инстаграме, в Ютьюбе, там, везде, там, я все веду, Телеграм, Фейсбук, ВКонтакте, вообще все. Потому что, по сути, вот, мой контент, он делает за меня, он помогает мне не делать лишнюю работу с клиентом. То есть, клиент уже почитал меня, уже знает, как я делаю, что я делаю, кто я такой, да. Даже с такими клиентами, горящими, нужно минимум, там, 3-5 касаний. Приехал, встретился, пообщался бесплатно, 2 часа посидел, там, рассказал ему второе касание, еще, там, договор ему привез, он почитал, третье, там, еще что-то обсудили, потом план работы, карту прогресса, там, потом предоплату. Ну, то есть, это длинный процесс такой, как бы, ну, как выгуливать девушку, я не знаю, то есть, ну, нельзя просто взять и сказать, типа, пойдем там, это, как бы, да, это какое-то, несколько касаний должно быть, как бы, это такой процесс, не быстрый, так скажем. Я понял, ну, получается, у тебя сейчас относительно большая, да, команда, то есть, ты привлекаешь каких-то сотрудников на конкретные проекты, то есть, офис? Да, я, офис есть, да, но офис я держу исключительно из-за того, что просто, как бы, мне офис не нужен, честно, то есть, я, как бы, ну, вот, я езжу на конференции, там, общаюсь, я, как бы, к месту не привязан, вот, но моей команде, то есть, мы разделили обязанности, я отвечаю за все внешнее в агентстве, у нас, вот, агентство Eventio называется, вот, я отвечаю за все внешнее, выступления, привлечения лидов, контент-маркетинг, там, вот это все, ребята отвечают за внутренние процессы, то есть, работа с подрядчиками, там, контроль команды, общение с клиентом дальнейшее, там, коммуникации, договора и так далее, соответственно, им офис нужен, как бы, ну, естественно, я тоже приезжаю, у нас, там, летучки есть каждую неделю, там, мы, там, обсуждаем, как, что двигается, там, там, СРМ-ку сейчас, вот, настроили в Битриксе, там, этап, ну, воронку, то есть, там, этапы по каждому клиенту. Ну, то есть, у вас, как бы, нет такого, что ты сидишь и следишь, там, как происходит работа? Не, 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 я, вот, сюда людей в команду набираю предпринимательских, то есть, должна быть инициатива, меня бесит люди, которым надо каждый раз говорить, что делать, потому что я считаю, что если человеку нужно говорить, что делать, ну, как бы, блин, ну, тогда я должен получать его зарплату, если я нанимаю человека на определенную, ну, как нанимаю, ну, просто беру человека, там, говорю, типа, вот, нужно вот это делать, все, он должен этим заниматься, он, там, король и бог, как бы, если каждый раз такого контролировать, пинать, как бы, ну, блин, как бы, ну, не знаю, я люблю инициативных, короче, людей. Да, чтобы они сами предлагали, сами делали, да, 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 именно так можно расти, потому что если людей брать без инициативных, это ты вместо того, чтобы заниматься своими ключевыми стратегическими задачами, как у меня, поиск партнеров, инвестиции, клиенты, выступления, я буду заниматься тем, что я буду контролировать какие-то сопли потирать людям, как бы зачем. Настроили таргет, не настроили. Да, да. Я понял. Ну, в целом, в принципе, думаю, на этом можем закончить. В принципе, это был Макс Белоусов. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Макса, мы обязательно укажем его во всех социальных сетях скорее. Спасибо большое Курилам за предоставленное место, за вкусный кальян, вкусные напитки. Будем приклеить вам чаще. Спасибо.